покажу как все это работает значит я обещал поотвечать еще на вопросы про базовый арр если они у кого-то возникли и если такие вопросы про то что обсуждалось преимущественно на консультации которая была когда-то там давно нужно ли что-то напомнить так ну что все молчат наверное наверное не нужно давайте тогда двигаться дальше значит смотрите я хотел рассказать про вообще арт так довольно странно развивался с одной стороны а разначально делался как некоторых такой язык программирования в первую очередь рассчитаны на применение в статистике и в общем то примерно так используется с другой стороны он долгое время развивался развивался одним путем а потом появился некоторая новая экосистема которая называется tidyverse это некоторый набор пакетов объединенных общей идеологией и ну в общем сейчас это такой стандартный стандартный инструмент которым все пользуются давайте если у вас tidyverse не установлен то его можно установить как обычно с помощью install packages значит давайте я его установлю заодно обновлю значит он тут мне что-то ругается сейчас на то что у меня этот пакет уже уже загружен ну давайте я здесь отвечу да и он не хочет этого делать ладно давайте отвечу тут нет так но сейчас он устанавливается на самом деле tidyverse это такое собирательное название для большого количества пакетов который в эту систему входит ну вот сейчас он у меня обновится так все вроде бы установился теперь его можно использовать что-то ему не нравится давайте перезагружу ар значит собственно говоря вот тут видно какие пакеты он загружил загрузил ну и давайте с ними теперь чё-нибудь сделаем значит смотрите одно из нововведений которое дает tidyverse по сравнению с обычным arm это дополнительный оператор который называется pipe и этот оператор работает таким образом ну вот допустим я хочу посчитать давайте я сначала покажу какой-нибудь пример не имеющий отношения канализу данных вот просто у меня есть какой-то набор функций я хочу посчитать какую-то их длинную композицию допустим синус от косинуса от экспонента от единицы ну вот я могу записать это выражение вот так могу записать вот так значит здесь я использую вот такой вот оператор процент больше процент он как раз называется pipe и эта штука которая появляется после того как вы запустили вот эту строчку если строчку не запустите то вот этого оператора у вас не будет и этот оператор просто делает такую штуку он берет и значит у него записан ну это как бы бинарная операция как сложение но только делает он такую вещь он берет и свой левый аргумент поставляет функцию которая написана справа соответственно в данном случае он единицу поставил в экспоненту потом вот эта вот эта штука то что получилось подставила в косинус потом вот эта вот штука то что получилось подставила в синус поэтому результат вот такой операции такой же как результат вот такой операции но просто если у вас есть последовательность каких-то преобразований то вам часто удобнее ее записывать в таком виде а не в таком виде просто ну так чуть чуть проще с точки зрения записи вам не нужно разбираться с тем как там скобки поставить и так далее вот соответственно мы сейчас будем этим пайпом часто пользоваться но давайте давайте посмотрим на какой-нибудь пример допустим у нас есть какой-то набор данных давайте возьмем что-нибудь что мы уже обсуждали скажем какой-нибудь mdb mdb набор данных нужно его опять нагуглить и Давайте мы его как-нибудь загрузим. Значит, тут на самом деле есть две разные функции для чтения CSV-шек. Одна пишется через точку, а другая пишется через нижнее подчеркивание. Вот эта функция, которая пишется через нижнее подчеркивание, это как раз функция, которая взята из tidyverse. И давайте посмотрим, что у нас там загрузилось. Ну, вроде похоже на правду. Значит, он пишет, какой тип данных в каждом столбце. Вот здесь вот. CHR – это character, это строчка текста. DBL double – вещательное число двойной точности. Ну и, в общем, тут все примерно понятно. Ну, давайте теперь попробуем с этим DataFrame чего-нибудь поделать, пользуясь средствами tidyverse. Ну, например, я хочу посчитать какое-нибудь среднее, допустим. Ну, давайте сначала просто попробуем усреднить какие-нибудь значения. Это можно сделать… Это, кстати, даже не… Сейчас как-то делается… Забыл. 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 Продолжение следует... Собственно говоря, можно сделать просто вот так, попробовать. Summarize all. Ну, почти. Значит, это я попробовал посчитать среднее от каждого столбца, но поскольку там есть какие-то наны, он на эту тему начинает ругаться. Сейчас мы ему скажем, чтобы он не ругался. Собственно говоря, это можно сделать, конечно, как-то проще. Ну ладно, это был плохой пример, потому что мне пришлось написать сложный код для того, чтобы сделать простую вещь. Но давайте, раз уж я написал его, давайте скажу, что здесь произошло. Значит, у меня был изначально мой датасет дат. Я использовал функцию summarize all. Функция summarize all позволяет применить некоторую функцию к каждому столбцу моей таблички. И в данном случае я должен был описать эту функцию таким образом. Ну, вот эта вот штука, это фактически то же самое, что лямбда. Значит, я просто создаю функцию, не присваиваю ей никакого имени. И говорю, что эта функция должна вычислить среднее значение от своего аргумента. Ну вот для чего мне понадобилось эту функцию здесь городить? Потому что в противном случае из-за наличия у меня в датасете пропущенных значений обычный min не срабатывал. Мне пришлось ему явно сказать, что параметр на rm должен быть передан значению true. Это означает, что он должен пропускать все наны, все пропущенные значения. Но это получилось действительно что-то сложновато. Похожий код в pandas пишется проще. И я думаю, что это я сейчас просто немножко намудрил. Наверное, это можно сделать проще. Но давайте посмотрим на что-нибудь. Давайте вот что сделаем. Давайте выкинем все наны на всякий случай. Remove missing. Нет, это джеджиплотовский. Drop na. Ну вот типичный пример использования пайпа. Я говорю, что я беру мой датасет дат и передаю его в качестве аргумента в эту функцию drop na. Здесь можно было бы писать скобки, можно было бы не писать. Если я эти скобки пишу, то в принципе я могу сюда дописать еще какие-то дополнительные параметры. Ну вот можно посмотреть. У этого drop na наверняка есть, да, значит, у него есть возможность выбирать, какие именно колонки меня интересуют. Например, я хочу выкинуть все, значит, выкинуть строчки, у которых none находится в столбце color. Это можно сделать вот так. Значит, можно проверить, что интересно, остались какие-нибудь другие наны в каких-нибудь других столбцах после этого. Допустим, если я хочу посмотреть теперь на какую-нибудь другую переменную, скажем, gross. Значит, вот так можно с помощью функции pool можно вытащить столбец за одном именем. Причем обратите внимание, что вот здесь вот color и gross – это название столбцов. Но в отличие от питона, я их в этом контексте могу не писать в кавычках. И даже, кажется, не должен писать в кавычках, если я напишу в кавычках, а нет, все равно сработает. В общем, в этом месте Tadiverse понимает, что если вот здесь написано какое-то слово, то это слово может быть названием столбца. Ну и вообще там есть разные способы выделять множество столбцов, которые вам нужны. Ну вот видно, что после того, как мы выкинули NA, мы выкинули из DataFrame.dat, выкинули все строчки, у которых в color есть NA, но при этом видно, что в переменной gross NA-шки остались. А если бы я не писал бы этого? Интересно, вот так можно сделать? Да. Если бы я здесь вот такого вот не указывал бы, то тогда он просто выкидывает все строчки, в которых есть хотя бы одна NA. А после этого в переменной gross тоже никаких NA нет. В целом, смотрите, вот как бы это еще к вопросу о том, как работает вот этот оператор. Дело в том, что вот функция drop NA, она на самом деле, если вы посмотрите на ее документацию, то тут видно, что она принимает на вход два аргумента. Первый аргумент – это, собственно говоря, данные. И дальше, ну вот дальше здесь на самом деле неопределенное количество аргументов. Это как раз штука, с помощью которой можно выбирать те слабцы, которые нужно рассматривать. И вот этот оператор pipe, он записывает вот эту переменную, как бы он ее записывает вот сюда, вот первым аргументом. Все остальные аргументы сдвигают на единичку. То есть вот такая штука на самом деле эквивалентна вот такой штуке. Вот это просто одно и то же. Ну вот возможности R таковы, что здесь можно делать такие штыки, которые нельзя делать в питоне. С точки зрения питона, вот это было бы просто запуском функции. И после того, как функция запущена, вы уже не можете никаким образом воткнуть в нее какой-то новый аргумент. Она уже запущена, все. А в R можно делать вот такие вот довольно странные вещи. В данном случае вот этот оператор, он как бы переписывает вот эту часть строчки и вписывает сюда этот дат. Вот. Значит, что? Давайте сделаем что-нибудь более содержательное. Хорошо. Давайте сделаем сразу дроп N.A. Давайте посмотрим, какие здесь есть цвета. Допустим. Ну вот так я просто смотрю, какие значения принимает данная переменная. Или можно посчитать, сколько раз она их принимает. Например, вот так. Вот так. Вот так. Надо сказать, что результат выполнения вот этой операции, ну вообще, я не помню, рассказывал ли я в прошлый раз на консультации, что в R есть, ну вот самый базовый тип данных, который есть в R, это просто, как он называется там, вектор. А вот штука, которая возвращает table, это, в данном случае, это, скорее всего, именованный вектор. А может быть, это такая матрица. Ну, в общем, короче говоря, эта штука... Давайте посмотрим. Значит, хотя бы кто это? Это какая-то собственный экземпляр, собственный объект типа table. Но я думаю, что ведет он себя примерно как... Ведет он себя примерно как словарь. То есть вот я могу выбрать элемент, зная его имя. А если мне вот эта вот штука не нужна, то я могу убрать... Значит, есть штука, которая называется unname. Она убирает имена, и теперь это просто два числа. Вектор из двух чисел. Вот. Так, ну давайте еще что-нибудь сделаем. Например, я хочу все-таки посчитать какую-нибудь более содержательную вещь. Допустим, сгруппировать что-нибудь. Ну, хорошо, давайте прежде чем сгруппировать, давайте сделаем более простую вещь. Вот так можно делать выборку за одним условием. Опять же, обратите внимание, что вот здесь я пишу условие, и я его пишу в таком виде, что вот у меня название переменной, и это название, на самом деле, столбца в табличке. Это не переменная R. То есть, если я напишу вот эту штуку где-то в другом месте, то мне скажут, что такой объект неопределен. Но внутри функций, которые относятся к tidyverse, в правильных местах, вот эти переменные воспринимаются, как если бы перед ней была бы написана вот такая вот штука. Это, в принципе, тоже сработает. Но tidyverse достаточно умный, чтобы понимать, что если здесь встречается какая-то переменная, то это может быть именно столбец моей таблички. Соответственно, писать вот такие вот фильтры сравнительно легко. Например, если я хочу сделать два фильтра, то и объединить их, скажем, с помощью… Ну, в общем, сделать так, чтобы оба фильтра сработали, то есть обменить их с помощью логического «и», что чаще всего приходится делать, то я могу сделать, например, через запятую перечисляю условия и получаю результат. Дальше можно, например, посмотреть на какие-то конкретные столбцы. Допустим, я хочу посмотреть на… Скажем, хочу выделить столбцы «duration» и «movietitle». Да, еще одно приятное отличие R от питановских сред в том, что довольно часто он понимает с помощью… Вот когда я пишу какой-то код с помощью tidyverse и внутри какого-нибудь оператора типа «select» или «filter», начинаю набирать название столбца, он понимает, что это название столбца и подставляет, ну, как бы, и он даже не ждет, когда я нажму «tab», он автоматически подставляет возможные продолжения. Поэтому, вот, например, если я забыл, что этот столбец называется «movietitle», то я могу его все равно вытащить. Значит, вот такая штука. Это похоже на SQL-запрос или это похоже на pandas-овский синтаксис с точечками. Здесь был бы в pandas, здесь был бы query, а здесь вместо select были бы квадратные скобки. Ну, в общем, вот это то, как работает то, как работает аровский синтаксис, точнее, это диверсовский синтаксис. Да, надо сказать, что в качестве вот этих селектов можно делать всякие разные штуки. Например, вот у нас здесь есть три столбца, которые начинаются с movies. И, допустим, я хочу все их выбрать, и мне неохота их писать по отдельности. Но я могу сказать, что мне нужны столбцы, которые начинаются с movies. И вот, пожалуйста. Благодаря тому, что здесь написано довольно много всяких таких функций, которые позволяют выбирать не только строчки по каким-то критериям, но и столбцы по каким-то критериям, можно делать вот такие вот вещи. Довольно почти на естественном языке. Были данные, мы отфильтровали вот таким образом, потом выбрали столбцы, которые начинаются с movies. Почти по-русски написано. Но давайте сделаем какое-нибудь... Давайте теперь сделаем какое-нибудь агрегирование и суммаризацию. Значит, я могу сделать groupby, сгруппировать, допустим, по директор name. А потом сделать summarize. Ну и дальше, если я пишу просто summarize, то я должен написать, какие я хочу сделать столбцы. например... Вот, например, я сейчас для каждого режиссера. я сгенерировал три столбца. Значит, со средней продолжительностью максимальных и средним скором, который получили фильмы этого режиссера. Ну, давайте сначала выберем тех режиссеров, у которых есть, допустим, больше одного фильма. Можно, например, сделать так. Сейчас, это уже чуть более хитрая штука. Да, давайте вот что сделаем. Значит, допустим, я хочу... Допустим, я хочу посмотреть на режиссеров. Что-то мы похожее делали, только тогда было по странам. Значит, ну, допустим, я хочу посмотреть на тех режиссеров, у которых в нашем датасете больше десяти фильмов есть, и только для них считать вот эти вот значения. Как это можно сделать? Ну, для начала мне нужно для каждого режиссера посчитать, сколько всего фильмов было. Так, что-то мне не нравится. Значит, давайте сгруппирую опять же по режиссерам. И теперь посчитаю. Да, я забыл рассказать про такую штуку. Значит, вот, допустим, у меня есть мой датасет. Допустим, я хочу к нему добавить какой-то столбец. Значит, добавление столбца здесь делается с помощью функции, которая называется mutate. И это самое mutate позволяет добавить столбец на основе других столбцов. Допустим, я могу посчитать, скажем, Facebook likes per minute. Здесь нет... Допустим, так... Так, что-то ему не нравится. А, потому что не cat total, а cast total. Значит, вот я завел новый столбец, который вычисляется таким образом, что он делит общее количество... Общее количество лайков в Фейсбуке делит на продолжительность фильма. Не знаю, зачем эта фича может понадобиться, но почему бы и нет. Соответственно, опять же, здесь я просто пишу некоторые формулы, и эта формула дальше применяется к каждой строчке. И можно думать, что вот это, это столбец с соответствующим названием, это другой столбец с соответствующим названием, и я делю одно на другое, просто поэлементно. И дальше записываю то, что получилось, как новый столбец. И, соответственно, вот это такой способ создания новых столбцов. Значит, да, надо сказать, что вот все операции, которые я сейчас делаю, они не меняют мой исходный data frame. Но вообще в R невозможно просто так поменять какой-либо объект. В R объекты неизменяемые, и если бы я хотел изменить, то мне нужно было бы в явной форме переприсвоить, ну, допустим, записать какую-нибудь вот такую штуку, или как-нибудь вот так сделать. Ну, в общем, единственная операция, которая что-то меняет в R, это именно операция присвоения. Если вы не делаете присвоения, то это означает, что вот в этой строчке сделали некоторую последовательность преобразования, но она никуда не запомнена. Просто можно на нее посмотреть и дальше решить, что вы хотите делать. Вот. Итак, значит, давайте я напомню, что я хотел посмотреть для каждого режиссера. Хотел выбрать только тех режиссеров, у которых количество фильмов в этой базе больше 10, и для них посчитать, например, средний IMDb score, и потом что-нибудь еще со всем этим сделать. Значит, ну вот оказывается, что можно применить после groupby, можно применить mutate. Заметьте, что я здесь пишу именно mutate, а не summarize. И сделать... Значит, что я хочу сделать? Mutate. Видимо, вот так я хочу сделать. Вот, смотрите. Значит, что теперь произошло? Теперь я для каждого режиссера вычислил... Значит, вот эта переменная n, она просто считает, сколько у меня строчек в данной табличке, но поскольку я применяю этот mutate не к исходной моей таблице, а применяю его к сгруппированной таблице, то он мне для каждого режиссера вычислит то, сколько элементов в той таблице, которая получается, если из исходной оставить только строчек, которые соответствуют данному режиссеру, и, соответственно, это число записывает мне в мою исходную таблицу. Ну, то есть, видно, что, например, если я теперь... Давайте посмотрим. Можно просто сделать вот так. Вот так. Вот так. Ну, вот видно, например, что у нас Адам Маккей встретился шесть раз, и действительно, каждый раз напротив Адама Маккей теперь написано число шесть. Arrange позволяет просто упорядочить таблицу по заданным столбцам. Вот. Значит, и теперь, что я хочу сделать? После того, как я сделал вот этот Mutate, я хочу посмотреть... Значит, вот, допустим, теперь я хочу отфильтровать только те строчки, у которых number, допустим, больше либо равен десяти. Значит, не удивляйтесь, у меня стоит специальный шрифт, который меня превращает в последовательность символов больше равно в такой специальный символ, он называется лигатурой, когда как бы один символ, на самом деле, составлен из двух, и он у меня отображается как такое обычное математическое больше либо равно, но это не потому, что это символ другой, а он просто отображается так. Если я эту штуку куда-нибудь перенесу, то она будет отображаться по-другому. Значит, у меня здесь... Значит, я отфильтровал теперь только те строчки, в которых больше, чем десять фильмов, и теперь могу, например, сделать summarize. Заметим, что после того, как я сделал вот этот mutate и вот этот фильтр, группировка не исчезла. У меня по-прежнему эта таблица сгруппирована по режиссерам, и давайте я... Что за шрифт? Я, честно говоря, не помню, какой именно. Есть разные шрифты с такими лигатурами. Сейчас я посмотрю. Это JetBrains Mono от создателей PyCharm. Вот. Значит, я могу теперь сделать, например, summarize.score равняется min mdb.score. Ну и вот я получил теперь табличку, в которой есть именно режиссеров и их средняя оценка на mdb по этому датафрейму. Ну и можно теперь, например, упорядочить это все по-скору. Давайте в другом порядке упорядочим. Значит, сейчас это в порядке возрастания. Если я хочу в порядке убывания, то можно написать вот так. Ну, в принципе, выглядит реалистично. Режиссер по имени Na имеет один из самых больших mdb.score. Ну, бывает. Вот. Значит, вот такой вот код получается. Он довольно, на мой взгляд, довольно симпатичный. В том смысле, что действительно его можно прям читать почти как по-русски. Он чуть-чуть более гибкий. Вот весь этот инструментарий Teddyverse, он чуть более гибкий, чем Pandas, на мой взгляд. По крайней мере, у меня такое ощущение, что здесь больше всякого написано, больше написано всяких функций. И главное, что новые функции постоянно добавляются. И многие вещи не нужно писать ручками, а нужно просто правильным образом загуглить правильную функцию. Это тоже не всегда бывает просто. Но, по крайней мере, опять же, с опытом приходит и навык гугления, и просто вы запоминаете, какие функции вам нужны. Вот. Давайте еще одну штуку покажу, которая тут есть. Важное отличие всего этого подхода в Teddyverse от подхода, который используется в Pantos, это то, что в Teddyverse теоретически в R можно давать название строчкам, но в Teddyverse это не практикуется. То есть, как правило, все операции Teddyverse, они игнорируют тот факт, что у строчки есть какие-то имена. Часто они просто уничтожают имена у строчек и, в общем, считается, что не должно быть никакого отдельного индекса по строчкам. Должна быть просто, ну, если вам нужно как-то идентифицировать строчку, то вы можете добавить столбец, который будет этот индекс содержать. Ну, собственно говоря, есть даже специальная функция вот такая, которая добавляет в ваш датасет, если у вас были какие-то имена у строчек, то она добавляет эти имена в датасет просто в виде отдельного столбца. Вот так можно сделать. Так нельзя. Вот так можно сделать. Вот. Это называется var. В данном случае у меня изначально в моем датасете никаких имен у строчек не было, но если никаких имен нет, то считается, что строчки просто, имена строчки это просто последовательные числа. 1, 2, 3 и так далее. Ну, вот они сюда добавились. Иногда это бывает полезно. Вот. Давайте теперь я покажу еще одну важную штуку. есть функции, которые в пандасе называются пайвот и милд. Это функции, которые делают из табличек, ну, как это называется, из длинных табличек широкий наоборот. Давайте я, чтобы было более понятно, давайте я сейчас сделаю, наверное, сделаю, наверное, какой-нибудь. Сейчас можно будет, интересно, из этой штуки что-нибудь такое сделать. будет тайтл. Давайте я сначала какой-нибудь простой пример покажу. Спасибо за субтитры. Хорошо, давайте начнем с широкого дата фрейма. Тогда мне нужно будет сделать что-нибудь в таком роде. Чем мне нравится. Я запятую забыл. И, допустим, я хочу это переделать. Сейчас у меня про каждого студента есть отдельный столбец для каждого курса. Допустим, я хочу это переделать в длинный формат. А именно все эти столбцы превратить в... Давайте я даже еще одну какую-нибудь переменную добавлю. Значит, хочу сделать отдельный столбец курс. И значения в этом столбце должны приниматься вот такие вот. Значит, в Teddyverse есть несколько функций, которые это делают. И в данный момент рекомендуемые это PivotLonger и PivotWider. Это такая попытка придумать такие названия, из которых понятно, что эта функция делает. Потому что, когда я вижу просто Pivot или Melt, или... Раньше здесь были функции, которые назывались... Ой... Gather. В общем, короче говоря, невозможно запомнить, кто что делает. Такие названия вроде более-менее понятны. Мне сейчас нужно сделать табличку более длинной, поэтому я буду использовать функцию PivotLonger. И дальше мне нужно написать... Давайте посмотрим документацию. Значит, что нам нужно сделать? Мне нужно указать, какие колонки я преобразую. Причем колонки я могу указывать... Давайте, мне кажется, что здесь можно их и не указывать, а по камере можно попробовать. Значит, я хочу, чтобы у меня все колонки, кроме первой, были преобразованы. Значит, а то, что мне нужно использовать первую... Ну, хорошо. Давайте я все-таки честно скажу, что я хочу использовать... Соответствующий селектор. Два, три, четыре. Если так, я напишу... Значит, имена... Допустим, называется курс. Значение. Great. О, смотрите, получилось. Значит, тут я сказал, что в качестве тех колонок, которые мне нужно преобразовывать, я использую колонки со второй по четвертую включительно. И вот действительно, это мои алгебры, геометрия, calculus. И вот получающаяся табличка в длинненьком формате. Значит, давайте посмотрим, как можно было бы попроще задать вот этот вот селектор. Значит, если бы я хотел сказать, что мне нужно использовать все, кроме первой... Ну да, это было бы просто сделать, потому что достаточно сказать... Видимо, вот так. Да. Значит, в селек, во всяких штуках, которые выбирают что-то по... Допустим, по индексам, если я пишу минус, то это означает, что эту строчку нужно выкинуть. Поэтому в данном случае я просто сказал, что я использую все, кроме первой. Или я мог бы то же самое задать другим способом. Поэтому я мог бы сказать, что я использую... Значит, как здесь это делается. Высокательный знак. Значит, все, кроме... Student. Тоже сработало. Вот. Значит, это мы сделали датасет более длинным. Допустим, я его сейчас сохраню куда-нибудь. Ой, нет, это я не то сделал. New.long. Вот. Обратное преобразование делается, как нетрудно догадаться, функцией pivot-wider. И тут можно... Значит, что здесь нужно указывать. Значит, во-первых, нам нужно сказать, какие колонки у нас являются... Как бы идентифицируют строчку. В данном случае... Давайте еще раз посмотрим. Датасет, который тут получился. Значит, чего я хочу сказать? Я хочу сказать, что у меня есть... Значит, что является... Сейчас. New.ight. Наоборот. Значит, какой набор стопцов идентифицирует однозначно наблюдение? Но в данном случае наблюдение однозначно идентифицируется по студенту и курсу. Значит, но можно на самом деле сделать проще. Можно сказать... Точнее, нет. Значит, у меня одна строчка в получающейся таблице будет просто идентифицироваться по студенту. Но можно просто сказать, что у меня names from приходят из переменной course, а values from приходят из переменной grade. Даже работает. Значит, единственная переменная, которая осталась, это как раз переменная, которая будет идентифицировать строчки. Но в данном случае строчка идентифицируется просто студентом. Значит, видно, что это просто взаимнообратная функция. Но на самом деле и та, и другая функция умеют делать всякие преобразования. В частности, допустим, если у вас есть несколько... Допустим, я делаю этот pivot-wider. Но, допустим, у меня данные устроены как-нибудь так, что у нас есть несколько строчек, которые про одно и то же. Давайте попробуем. Значит, может он автоматически суммализировать что-нибудь. Продолжение следует... Наконец-то вот такая вот табличка у нас будет. Давайте попробуем применить к ней вот такой pivot-wider. Посмотрим, что получится. Так, значит, это она выдает в качестве значения, она выдает списки. Значит, она записала в столбец какой-то список. Но давайте попробуем сделать так, чтобы она все-таки сделала бы какую-нибудь суммаризацию. Может ли она... Допустим, если я сделаю вот так... Да, работает. Значит, вот она посчитала среднее между вот этими двумя числами и вот этим числом. Надо сказать, что возможности вот этих pivot-wider и pivot-longer, они довольно существенные, как бы тут гораздо больше всего написано. Например, можно автоматически обрабатывать, автоматически преобразовывать наборы столбцов каким-то образом. В общем, тут, если посмотреть на их примеров документации... Сейчас, ну-ка, давайте посмотрим, чего они тут пишут. Вот. Значит, например, можно преобразовывать название столбцов каким-то образом. Можно вытаскивать несколько переменных из столбцов, например, если у вас... Но в данном случае здесь приводится пример какого-то датасета, в котором столбцы содержат не просто одну какую-то переменную название столбцов, а фактически содержат несколько переменных. Вот здесь видно, что есть какие-то чиселки, и есть какие-то... какие-то еще штуки, и вот здесь вот есть те, у которых есть new, и есть которые... Здесь бывает не только SP, например, бывают еще какие-то тоже буквки. В общем, короче говоря, у вас может быть сложным образом устроенный датасет, и, в общем, это все тоже можно автоматически преобразовывать. И, в общем, честно говоря, я никогда подробно не разбирался с тем, сколько именно возможностей есть у этих функций по сравнению с обычными соответствующими функциями Pivot и Melt в Pandas. Но тут реально их гораздо больше. Вот. Что бы еще такое рассказать про T-Diverse? Да, ну и в какой-то мере мы уже обсуждали, значит, в T-Diverse есть набор функций непосредственно для преобразования датафреймов, и есть DigiPlot 2, который входит в эту экосистему T-Diverse, и он как раз... Значит, эта штука про рисование картинок. Мы, собственно говоря, обсуждали некоторый порт DigiPlot 2 в Python под названием... Как он называется? Я забыл. Plot9. Ну, здесь это все как бы в одном... Как бы один набор, который может использоваться для всего. И давайте я покажу что-нибудь про DigiPlot. Допустим, вернемся к нашему датафрейму с... С фильмами, и все выглядит так. Значит, я сначала передаю этот самый датафрейм функции DigiPlot. Здесь я могу описать какие-то эстетики, то есть какие-то способы конвертирования столбцов в визуальные образы, следующие переменные, которые будут на картинке. Ну, например, я хочу посмотреть на картинку, в которой по X будет Duration, по Y будет Gross. И дальше я могу... Теперь мне нужно через плюсик писать, какие именно средства я хочу для этого использовать. Допустим, JumpPoint. Значит, вот я построил картинку. Это просто ScatterPlot. Я попробовал сделать, чтобы вот эти вот точечки, которых здесь слишком много в одних этих местах, чтобы они бы не слишком сильно накладывались. Попробовал сделать эти точки полупрозрачными. Правда, это не сильно помогло. Но давайте, может быть, еще... Можно пробовать применить какое-нибудь преобразование. Например, здесь явно по вертикальной оси, вертикальная оси — это Gross, явно значения меняются слишком сильно. Давайте мы скажем, что в вертикальной оси пусть будет не сам Gross, а его логарифм. Не то, чтобы можно было бы что-то хорошее понять по этой картинке. Но давайте еще что-нибудь сюда добавим. Давайте добавим цвет. Давайте просто раскрашивать точки в зависимости от того, цветной там фильм или черно-белый. Сейчас как-то... А, это Aesthetics. Так что ли это делается? Да, вот у нас теперь есть точечки цветные, черно-белые и энейки. Или можно вместо этого разбить на две отдельных картинки. Допустим, можно сделать Facet Wrap. Допустим, я хочу в качестве... Отдельные три картинки по цветным, черно-белым и эней. Здесь написано немножко хитрое с синтактической точки зрения штука. Здесь написано, на самом деле, некоторая формула, у которой слева написано название переменной, потом стоит тильдочка, потом стоит точка. Ну, вот эта точка – это такой просто placeholder. И, в общем, по смыслу это просто означает, что мы хотим сделать так, чтобы у меня бы там то ли строчки, то ли столбцы соответствовали бы вот этой переменной. Ну, вот, значит, пример рисования картинок. Ну, я говорю, что это по синтаксису очень похоже на то, что умеет делать Plot9. Но с точки зрения возможностей, тут, опять же, есть много всяких разных дополнительных библиотечек, которые люди написали, которые используют этот ggplot в качестве некоторой основы. Но давайте я покажу что-нибудь более хитрое, какие-нибудь экстеншены к ggplot. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Если вам нужно нарисовать несколько картинок, одна рядом с другой, это требует некоторых усилий, но с помощью вот этого patchwork это можно делать просто. Вы рисуете одну картинку, рисуете другую картинку, потом, если вы хотите их совместить одна рядом с другой, то вы пишете плюсик, а если вы хотите разместить одна над другой, то вы пишете деление. И дальше можно, ну вот видно, что можно сделать более сложные структуры с помощью всяких формул, которые здесь. Ну как бы они естественным образом записываются вот всякие такие картинки в виде вот таких формул. Достаточно приятный пакет, особенно когда вам нужно… В некоторых ситуациях вам нужно явно сопоставлять разные значения осей. Он, кажется, это тоже умеет. Может, не умеет, не помню. По-моему, по-моему, что-то такое он умел. Вот. Значит, есть анимации. Тоже довольно приятная штука. Приятно то, что, опять же, здесь не нужно писать какого-то императивного кода, который бы объяснял, как преобразовывать, как рисовать каждый из кадров. А тут нужно просто задавать некоторые функции, которые объясняют, какие переменные использовать для того, чтобы породить каждый кадр. Это может быть… Ну, опять же, как обычно, приходится немножко поразбираться с тем, как все это устроено. Вот. Но результаты получаются довольно симпатичные. Значит, этот пакет джи-репел полезный, когда вам нужно нарисовать кучу точек и написать на каждой точке, что в этой… как бы… добавить подпись к каждой точке. Дело в том, что если этого делать без этого джи-репел, то надписи будут просто перекрываться с точкой. Эта штука позволяет отодвинуть надписи, но при этом не слишком далеко, так чтобы было понятно, какая точка какой надписи соответствует. А если она отодвигает ее слишком сильно, то она рисует стрелочку. В общем, если вам нужно, чтобы было понятно, какая точка чему соответствует, допустим, какой стране или еще что-нибудь в этом роде, то это очень полезный пакетик для джи-плота. Чего еще интересного здесь можно было бы показать. Вот это, кстати, популярный способ визуализации с недавних пор. Если у вас есть какое-то количество распределений, и вы хотите их нарисовать на одной картинке, то сейчас довольно модно рисовать вот таким вот образом, когда у вас эти распределения могут друг на друга даже вот так накладываться. Но если они не слишком сильно накладываются, то получаются вот такие вот симпатичные картинки. Это, видите, средняя температура за разные месяцы. Я помню, была где-то картинка, в которой было нарисовано, что люди подразумевают, какие вероятности люди подразумевают, когда говорят слова типа «наверняка» или «скорее всего» или «скорее всего нет». Это соответствует, можно это перевести в вероятности, там тоже получаются какие-то распределения. Может быть, найду, пришлю вам потом ссылочку. Ну вот с помощью вот этого пакета такие картинки очень легко делаются. В общем, можно посмотреть на то, что здесь есть. Как видите, люди написали много всяких экстеншенов, и вполне возможно, что та картинка, которую вы хотите нарисовать, уже реализована где-то здесь. Ух ты, прикольно. Я не знал, что они векторные поля умеют рисовать. Ну ладно, буду знать. Ну вот такая вот история. Совсем краткий экскурс в аровские инструменты. Давайте, если какие-нибудь вопросы про все это дело... Тут может возникнуть вопрос, зачем нужно знать, допустим, аровские инструменты, питановские инструменты, если можно пользоваться чем-то одним. Но дело в том, что под R написано огромное количество всяких статистических пакетов. И какими-то вы, возможно, уже пользовались, какими-то еще будете пользоваться. И больше, чем под Python. Под Python написано, правда, много всякого машинного обучения. Больше, чем под R. Ну, в общем, так оказывается, что полезно знать и то, и то. Ну, например, мы сейчас делаем всякие исследования с лингвистами, и в половине случаев я пишу какой-то код на Python, в половине случаев я пишу какой-то код на R, просто потому что конкретно этот инструмент в данной ситуации оказывается более удобным. Так что я рекомендую потратить некоторое время на то, чтобы просто, по крайней мере, посмотреть, какие здесь есть возможности. Оно может вам пригодится. Вот. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Хорошо. Ну, я вроде бы рассказал то, что собирался, тогда, наверное, на сегодня можно закончить. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok